В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! Архангельск – первый морской торговый порт, который всегда был открыт для гостей. Сегодня у нас много городов-побратимов, которые давно считают день рождения Архангельска своим праздником. Поэтому накануне юбилея города прибыли официальные делегации из Эмдема, Слупска, Аждопа, Сухума и Кируны. Сегодня мэр Архангельска Виктор Павленко провел встречу с иностранными представителями. Официально дружеские связи Архангельска и немецкого Эмдена были закреплены 25 лет назад. За это время реализована масса проектов, в том числе социальных. Например, программа по обмену опытом работников станции скорой помощи. Берн Боренман в Архангельск приезжает во второй раз. Впервые в качестве обербургомистра Эмдена. За 25 лет Эмден и Архангельск показали, насколько эффективными могут быть побратимские отношения. Администрациям городов удалось установить тесные связи между жителями и общественными организациями. Именно это и делает масштаб побратимства таким величественным. Побратимским отношениям Архангельска и Слупска в этом году также исполняется четверть века. Наглядным результатом этого сотрудничества стало открытие в 2013-м польского центра на базе Северного Арктического Федерального Университета. В 2008 и 2011 годах Архангельск принимал делегации любителей экстремального туризма из Слупска. А вот достижением в сфере культуры можно назвать издание Генеральным консульством Республики Польша в Санкт-Петербурге сказок северного писателя Степана Писахова. Слупск поддерживает с Архангельском культурные и молодежные связи, контакты в сфере самоуправления. Архангельск отмечает большой праздник. И в городе Слупске сейчас тоже произошло большое событие. Наш город получил премию Совета Европы. История отношений Архангельска со шведским Кируном — это 15-летний обмен опытом, в том числе в области культуры. К примеру, в эти дни архангельская группа Blind Vandal при содействии администрации города принимает участие в фестивале Кируны. И всё же большей частью побратимские связи городов установились в сфере производства и жилищно-коммунального хозяйства. У наших городов довольно общие планы развития. В Кируне сейчас происходит перемещение города, поскольку шахта наступает на город. В Архангельске также есть необходимость и планы по строительству, то есть наши города развиваются в схожих направлениях. Пожалуй, самой солнечной из всех была встреча мэра Архангельска с главой администрации Сухума. Заключение о побратимстве двух городов состоялось не так давно — в июне 2011-го. С тех пор Южный Сухум и Северный Архангельск объединяют не только сотрудничество в сфере экономики, туризма, но и по-настоящему сердечные отношения. Хотел бы поздравить всех архангелогородцев с этим прекрасным днём, 430-й годовщиной со дня образования города. Пожелать в первую очередь мира. Мира, добра, процветания в каждой семье, в каждом доме. Эти встречи носили скорее дружественный, чем официальный характер. Подписание протоколов к договорам о побратинстве уделегается ещё впереди. Но, пожалуй, эта дружба и есть главное, чем должны дорожить и гордиться наши города. На встрече мэр Архангельска Виктор Павленко подчеркнул, на сегодняшний день именно народная дипломатия — это ключ к решению многих вопросов. Всегда здесь, в городе Архангельске, очень толерантно, как мы теперь любим это слово, относились к людям-иностранцам. Перенимали лучшее. И сейчас, мне кажется, традиция у наших горожан, у нашего города, она осталась. Так что дружба продолжается. Это очень важно. Развитие международных отношений, в части побратинских отношений продолжается. Представители прибывших в Архангельск делегаций примут участие во всех мероприятиях, посвящённых празднованию юбилея города. Екатерина Грицыенко, Сергей Минин, Панорама Севера. Накануне в Архангельске прошёл крестный ход. Сотни горожан вышли на набережную Северной Двины, чтобы принять участие в молитвенном шествии с одними из самых древних православных святынь. Мирный голос благовеста собирает горожан на крестный ход. Вот от стен Успенского храма вот-вот начнётся духовное шествие с великими православными святынями. Кажется, что крестные ходы невидимой духовной нитью связали разные века истории поморской столицы. Ведь точно так же столетия назад горожане проходили под колокольный звон в молитвенном шествии. Вот и юбилейные торжества по случаю 430-го дня рождения поморской столицы начинаются с крестного хода. С мощами родителей Пресвятой Богородицы, святых Иакима и Анны. Молитвенная процессия растягивается на несколько сотен метров. Так много желающих духовно прикоснуться к святыням. Ларец-мощевик, как самый ценный на земле груз, несёт священник. Прибытие в Архангельск величайших реликвий благословил лично патриарх московский всеяруси Кирилл. Я думаю, что крестный ход, он придаст Архангела Городцам веру в победу добра над злом, веру в справедливость. На всём пути крестоходцу встречал колокольный перезвон. Радость и ликование – вот главные эмоции верующих в тот момент. Прикасаешься к этой святыне, вот такое ощущение. Там в голове читают молитву, ту, которая предназначена вот именно этим святым, отцу и матери Пресвятой Богородицы. Окончилось шествие у стен строящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. В его нижнем храме отслужили молебен святым праведным богатцам Иоакиму и Анне. И сегодня особенная радость, что мы прошлись по нашему городу с самой древней святыней мощами святых праведных богатец Иоакима и Анны. Это святые угодники Божии, являющие собой образец и постоянство в мире, в молитве, в уповании. Так с Божьим словом и благословением встречает свой день рождения город на Двине. Город, который за 4 века и 3 десятилетия своей истории ни разу не менял своего божественного имени. Елена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. За последнее время в Архангельскую область переехало около тысячи граждан Украины. Из них уже более 200 попросили о статусе временного пребывания. Как беженцев принимает Котлас? Об этом следующий репортаж. На прошлой неделе в администрацию Котласа обратились граждане Украины, сбежавшие от войны в своей стране. У них нет средств к существованию, нет даже самого необходимого. Прибыли они с разных городов. Это с Мариуполя, с Луганской области Антрацит, город Солчевска и с Донецка. Центр по сбору помощи было решено открыть на базе Котласского Красного Креста. Жители города уже несут туда продукты и вещи. Необходимая помощь – это продукты питания. И, естественно, раз люди приехали с малышом, нужны памперсы. Нужно такое самое острое необходимое для малышей. Наш Красный Крест занимается приемом продуктов. Продукты обычные такие, которые не скоропортящиеся. Это крупы, растительное масло, это сахар, ну и мука и так далее. Сами беженцы боятся публично через СМИ попросить Котлашана поддержки. Ведь на родине у них остались близкие. Кроме того, они намерены вернуться домой, как только это станет возможным. Они боятся просто показывать свои лица и поговорить через экран, обращаться к людям, потому что боятся преследований. Это не исключено. У них остались родственники, у них остались еще и знакомые, и они сами, возможно, туда вернутся. Поэтому они не хотят, чтобы их лица, как говорится, видели и знали. Региональное отделение Красного Креста активно включается в эту работу по всей области. Ведь сегодня на территории Архангельского региона уже проживает 90 семей, оставившие свои дома и все нажитое на Украине. Эта цифра не окончательная. Люди будут прибывать и приезжать дальше. И поэтому мы должны иметь средства, чтобы их сразу же использовать для оказания помощи людям. Поэтому мы собираем денежные средства на счет Красного Креста Архангельской области, потому что счет у нас один на всю Архангельскую область. Местные отделения не имеют счетов. Благотворительная помощь будет распределяться по заявлениям нуждающихся граждан. Расчетный счет, на который можно перечислять деньги, вам подскажут по телефону 3-29-95. Это комитет гражданской защиты администрации города. Туда же, в 108 кабинет, можно в ближайшие дни приносить продукты и вещи. А со следующей недели пунктом их сбора станет Красный Крест. Он будет работать в усиленном режиме. В понедельник с 11 до 14 часов. Во вторник, среду и четверг с 16 до 18. Также в ближайшее время в магазинах города установят ящики по сбору денежных средств для беженцев с Украины. Молодежный бум. Праздник с таким названием состоялся в Архангельске. Затем, как разворачивались события на площадке в Думе молодежи, можно было наблюдать в прямом эфире телеканала ПС. А в информационной программе расскажем о самом интересном, что было на молодежном буме. Молодежный бум проходит в рамках Дня города в пятый раз. Праздник собрал вместе представителей всех молодежных, общественных и культурных организаций столицы Поморья. У нас большое количество инициативных ребят, которые уже нашли себя в той или иной отрасли, в том или ином деле. Они вступили в какую-то организацию. И сейчас, благодаря таким праздникам, они стремятся продемонстрировать все, чему они научились, то, чем они занимаются, и тем самым расширить круг тех ребят, которые в эту организацию могли вступить. На праздники юности, свободы и творчества побывал и мэр Архангельска Виктор Павленко. «Развитие города на самом деле в руках молодежи. Поэтому общими усилиями нас, людей чуть старшего возраста и применённой какой-то властью муниципальной, региональной, и энергией молодежи мы можем сделать наш город современным и просветающим». «Будущим управляем мы» – таков девиз праздника. Количество активных, спортивных и увлечённых юных северян на молодёжном буме показало – Архангельск по праву можно считать городом успешных и талантливых. Мария Воробьёва, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Улицы, дворы, памятники, скверы, дома, набережная – всё самое дорогое и любимое горожанам в рубрике «Мой Архангельск». И сегодня о своём Архангельске расскажет наш земляк, руководитель Международного центра колокольного искусства Андрей Дьячков. Я родился в Архангельске, вырос здесь. К сожалению, пришлось переехать 8 лет назад в Москву. Это связано с моей работой, я занимаюсь колокольными звонами, приходится разъезжать по всей стране. Примерно 10 лет назад я написал музыкальное произведение для академического хора с синхоническим оркестром, где постарался отразить все свои чувства, всю свою любовь к нашему городу. Это выражается и в тексте, и в мелодии. Вчера довелось встретиться с нашим владыкой, митрополитом Даниилом, и с ним был владыка Яков, владыка Наримарский и Мизинский. Мы также им представили эту песню, и владыка отметил как раз в тех строках о том, что будет воздвигнуть собор, что вот вы имели веру в то, что будет воздвигнуть, и благодаря людям, которые верили в то, что собор будет воссоздан, конечно, сейчас мы видим его во всем великолепии. Вот и нам, звонарям, мы здесь занимались подвеской колоколов на колокольных собора. Как никому другому открывается вот вся красота нашего города, такие панорамы, тут видна и двина, и новая улица Лучейского, набережная просматривается, Троицкий проспект. Вот, конечно, это очень родное место, и вдвойне приятно здесь находиться. Архангельску исполняется 430 лет. Наверное, нашим предкам даже сложно было представить, как будет выглядеть город в 21 веке. Улицы полны автомобилями, многоэтажные здания, мосты. А какой он, Архангельск будущего? Сегодня, в преддверии юбилея, мы предложили горожанам немного пофантазировать. И представить родной город через 100 лет. Думаю, что, может быть, мы возвратимся к какой-то старине, более деревянные будут, здания будут более красивые. Я хочу, чтобы Архангельск был чистый, весь зеленью засажен, были цветочки везде, много деревьев, парки, аллей, чтобы можно было просто взять и погулять, чтобы набережную красивую еще сделали. Я бы в будущем хотела бы, чтобы построили объект подобной высотки, только еще выше, этажей в 50. Ну, в моих мечтах город Архангельск будет большим мегаполисом. Наконец-то поднимется лицепромышленный комплекс, будет вводиться новое оборудование, как сейчас. Чтобы здесь был большой порт, заходили большие круизные лайнеры, и как можно больше туристов было, много людей. Вы знаете, я поездил по разным городам, был очень во многих городах. Архангельск один из лучших, которых я видел. Здесь и так все есть, и менять нечего. В продолжении новостной дайджест. Коротко о самом главном. На сегодняшний день в Архангельской области зарегистрировано более 5000 человек, из них 906 детей, обратившихся к специалистам в связи с укусами клещей. Самодевственной мерой защиты против клещевого энцефалита является вакцинация. Прививку можно сделать в лечебно-профилактической организации по месту жительства. Напоминаем, для отдыха в лесу выбирайте сухие и затененные поляны вдали от кустарников и высокой травы. На трассе М-8 в районе спуска с Краснофлотского моста изменена организация движения транспорта. В этом месте проходит реконструкция трассы М-8 Холмогоры и строительство транспортной развязки. Водителям необходимо быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и разметки. Депутаты городской думы одобрили предложение мэрии утвердить в качестве официального гимна столицы Поморья песню «Мы любим тебя, Архангельск». Песня, написанная московским поэтом Симоном Асяшвили и композитором Александром Левшиным, официально передана в дар городу и стала визитной карточкой Архангельска. Поморской филармонии подвели итоги 76-го концертного сезона. На сцену Кирхи вышли вся артистическая труппа филармонии. На концерте под названием «На бис» побывала Екатерина Грицыенко. Зрители Поморской филармонии – публика искушенная, но этот концерт просто не мог не удивить гостей. Особое впечатление на зрителей произвел дуэт разных, на первый взгляд, музыкальных инструментов – органа и саксофона. С успешным завершением концертного сезона поздравил музыкантов и их зрителей губернатор Архангельской области Игорь Орлов. «На бис» – это традиционное подведение итогов. 76-й сезон был творчески плодотворным, а потому артистам филармонии было, что сказать своим зрителям на заключительном концерте. «Мы уже стали сотрудничать со многими музыкантами из Москвы, Санкт-Петербурга, из Европы. Поэтому ждем следующего сезона с нетерпением, а сейчас вот отдаем все, что у нас накопилось за этот год». Следующий 77-й концертный сезон обещает не меньше сюрпризов. Архангелогородцев ждут проекты, посвященные юбилейным датам выдающихся музыкантов и поэтов. Например, музыкально-поэтическая программа в честь 200-летия со дня рождения Лермонтова. Но главную интригу предстоящего сезона музыканты пока держат в секрете. Екатерина Грицыенко, Сергей Минин, Панорама Севера. С 26 июня телеканал ПС начал трансляцию праздничных мероприятий, посвященные 430-летию столицы Поморья. В четверг состоялся общегородской крестный ход, а сегодня в прямом эфире телеканала ПС можно было увидеть праздник «Молодежный бум» и финал конкурса «Мисс Архангельск-2014». Что нас ждет в дни юбилея в рубрике «Открытый город». Телеканал ПС представляет юбилей города в прямом эфире. 28 июня в 17 часов со сцены областного театра драмы «С днем рождения» Архангельск поздравляет Государственный академический Ордена Дружбы Народов Кубанский казачий хор. Концертную программу «От сердца к сердцу» смотрите в прямом эфире. В прямом эфире телеканала ПС и портала «Правда Севера». 29 июня кульминация юбилейных дней. В прямом эфире в 14 часов на площади перед зданием мэрии начнется театрализованное представление «Град над Двиной». В 15 часов праздничный гала-концерт посвящение юбиляру. В программе принимают участие Государственный академический Орден Дружбы Народов Кубанский казачий хор. Государственный академический Северный русский народный хор. Легендарная рок-группа ДДТ с его бессменным руководителем Юрием Шевчуком. И в 22 часа на площади перед зданием мэрии пройдет грандиозный флешмоб. Акция «Мы любим тебя, Архангельск». В честь юбиляра в исполнении всех собравшихся на площади прозвучит гимн Архангельска. Поздравим Архангельск с днем рождения вместе с телеканалом ПС. Следите за нашими трансляциями и в интернете на портале «Правда Севера» в окне «Сетивизор». Нормы ГТО, которые вводятся в России с 2015 года, направлены на то, чтобы повысить уровень физической культуры и в целом здоровье нации. Как к введению норм ГТО относятся в Новодвинске, узнаем из репортажа наших коллег. Возрождение в России комплекса норм физической подготовки ГТО поддерживает 84% интернет-пользователей. Против высказалось более 11% респондента. У новодвинских спортивных деятелей свое мнение на этот счет. Может быть, кого-то это подстегнет к занятиям физкультуры и спорта. С точки зрения это положительно. С точки зрения отрицательного, неизвестно, как это будет. Если это будет так навязываться, то это будет отторжение у народа. Именно к сдачам этих нормативов. Поэтому пока сложно сказать, каким это... Но хотелось бы, чтобы наше государство придумало что-то новенькое, своеобразное, для того, чтобы людей втянуть в это дело. Те преобразования, которые делаются, я думаю, они правильно делаются. Но думаю, что, по крайней мере, на сегодня надо на ком-то, наверное, опробовать. Опробовать для того, чтобы вести, вот целенаправленно вести сдачу норм комплекса ГТО. Но это мое мнение. В Новодвинске пилотными по введению комплекса норм ГТО будут два образовательных учреждения. Уже с 1 сентября 2014 года в школах номер 2 и 7 детей начнут активно готовить к труду и обороне. Введение норм ГТО даст положительный эффект в развитии ребенка. Но следует учесть и то, что здоровье наших детей уже на таком уровне, что не все дети смогут сдавать данные нормы. Поэтому здесь следует учесть и физические показатели детей, и их здоровье, и их желание. Следует также поговорить и о том, что для того, чтобы этот комплекс существовал, нам надо улучшить и материальную базу учреждения. Мы говорим и о спортивных площадках, которые должны быть на территории общеобразовательных учреждений, что очень важно. Ребенок должен в первую очередь сам захотеть. Его мы должны мотивировать, и на наших уроках физической культуры мотивировать, и, выходя из дома, ребенок сам должен хотеть заниматься. То есть очень много спорных вопросов. Мы решили проверить новые нормы ГТО на дистанцию 2 км для женщин возрастной группы от 25 до 29 лет. На старт! Марш! 10.51! Ура! Вот так неподготовленный человек может получить золотой значок ГТО. Правильно. Спасибо. Завтра, 28 июня, в Архангельске стартует традиционный марафон «Гандвик». Ожидается, что в состязаниях примут участие более 300 легкоатлетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Вологда и Мурманска. Как готовятся к забегу архангельские спортсмены, расскажет Мария Воробьева. В этом году марафон «Гандвик» пройдет в 31 раз. И 31 раз в нем примет участие Николай Нечапуренко. За его плечами не один десяток лет, посвященных бегу, тысячи километров трассы и лучший собственный результат на «Гандвике». Я спортом занимаюсь с детских лет. У нас школа в деревне была за 10 километров. Ходили где пешком, где бегом, где кто подвезет. С тех пор вот так тянулся, движение нужно было. И вот где-то с конца 70-х годов начал бегать регулярно. Когда узнал, что будет марафон «Гандвик» проводиться, начал ежедневные пробежки. И вот так с 82-го года ежедневно. А самое главное, что бег улучшает качество жизни. Того же мнения и более 300 спортсменов, которые выйдут на трассу марафона протяженностью 42 километра 195 метров. Кстати, в этом году организаторы провели официальную сертификацию трассы. И теперь атлетам по результатам забега могут присваиваться спортивные разряды. И это не единственное новшество «Гандвика-2014». В этом году у нас впервые будет сделан масс-старт на дистанцию 430 метров в связи с празднованием юбилея города, 430-летия. В этом году наш марафон проходит в рамках юбилейного 25-го Всероссийско-Олимпийского дня. Тоже это значимо. И в этом году мы перенесли старт и финиш наших соревнований со стадиона труд на площадь Увечного огня. Первый старт состоится уже завтра, 28 июня в 10 утра. Регистрация участников пройдет с 8 до 9.30 утра на площади Увечного огня. Мария Воробьева, Олег Ширяев, Панорама Севера. Обращаем ваше внимание, в связи с проведением марафона, 28 июня с 8 до 15 часов будет ограничено движение транспорта по набережной Северной Двины от площади Профсоюзов до Кузнечевского моста. Мы продолжаем выпуск. Далее информация о курсе валют. По данным Центробанка на 28 июня доллар США 33 рубля 63 копейки, евро 45 рублей 83 копейки. Это была информационная программа Панорама Севера. Я, Лен Гончарова, с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем хорошего отдыха и отличного настроения в эти праздничные выходные дни. Отмечайте юбилей Архангельска вместе с телеканалом ПС. 28 июня в Вельске ожидается пасмурная погода, температура воздуха плюс 13 градусов. В Котласе в выходные ожидается дождь плюс 8-12. В Мирном без осадков от 12 до 14 тепла. В Новодвинске в эти выходные без осадков 12-14 выше нуля. В Архангельске 28 июня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 1-4, днем 11-14 градусов. Атмосферное давление будет расти. Тип погоды второй благоприятный. 29 июня в Архангельске без осадков до 13 тепла. 30 июня также облачная погода без осадков 15 градусов выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok